Выконание доручений у президента, питание доброупорядкования угод малой родимы и многое иншее. Наталья Качанова находится с рабочей поездкой в Гомельской области. У первый день визита в программе керавника администрации президента Республики Беларусь было наведывание лицея при Университете громадянской обороны МНС, агроградка Мичуринский и сельгазпродприемства Брылёва. Под обязанностью в сюжете Максима Савина. Зараз в специализованном лицее при Университете громадянской обороны МНС научается 235 человек. Наталья Качанова ознайомилась с бытом лицеистов, организацией научального процесса и отпочинку. Наведала керавник администрации президента и размещенный на территории лицея Центр Беспеки. Им допомагают научить людей в первую чергу детей деяниям у надзвычайных ситуациях. За четыры годы его наведали 59 тысяч человек. Наталья Качанова подкреслила необходность таких установ. Украине подобные центры иснуют у каждой в области. Еще один будет у Минску. Далее в программе визита агроградок Мичуринская. Наталья Качанова ознайомилась с житем у гэтым населенным пункте. Школа, дом, культура, мощная сельгазпродприемства, где працуют не только мясцовые жихары, а и гмельчане. Это приклад реализации на практице концепции вёска-будучине, а лезни великими поправками. По словах Натальи Качановой, у агрогородку, якимяжой с областным центром, отрымалась забеспечить городские стандарты життя и при этом заховать неповторный вязковый лад. Здесь трудно сказать про деревню будущего, потому что она практически находится в городе Гомеля, очень близко расположена. Но во всяком случае, даже несмотря на такое близкое расположение, здесь сохранилась социальная сфера. Здесь работает дом культуры. Здесь планируется, вот уже в ближайшее время, сейчас идёт ремонт, открыть музей этого сельхозпредприятия. Здесь работает и функционирует школа. Я вот спрашивала у людей, люди из Гомеля приезжают даже на работу сюда. Это правильно, это правильно. Поэтому можно брать за пример, но хорошо, если бы такие агрогородки, такая деревня будущего была и на более далёком удалении от города. Наталья Качанова подкреслила, что подчас своей рабочей поездки Майя намер ознайомиться с разными боками життя в области – промысловостью, сельской господаркой и социальной сферой. Головная увага – выконанию доручений, которые дал президент Александр Лукашенко в своём взвороте до белорусского народа и национального схода. Первые уражения от поездки – позитивные. Пока то, что я увидела, и разговоры с людьми, вот эти встречи с людьми, посетив лицей, учебное заведение МЧС, меня очень впечатлило. Впечатление остаётся пока хорошее. Я думаю, что если и в конце моей рабочей поездки оно будет таким же, то видно, что люди занимаются этими вопросами, которыми надо заниматься и руководители на своих местах. Максим Савин, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».